Всем привет, ребята, и добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас с вами будет обзор на вот эту палетку Subliminal. Это первая Mothership. На секундочку, наконец-то мы с вами добрались до первого места. Я все шла, знаете, от обратного. Сначала новые релизы покупала, и наконец-то добралась до самого последнего релиза. И посмотрим сначала палетку поближе, посмотрим свочи, а потом сделаем макияжик. И также у меня пришла новая помада от тоже Pet в оттенке, который я заказывала, а не который Pet мне захотела прислать, наконец-то. Поэтому я думаю, что сегодня мы это все вместе попробуем, потестируем, посмотрим, как оно смотрится в жизни. Я не знаю, может быть нас ждут сегодня синие смоки, ведь это палетка с синим рефилом, а может быть что-то еще. В общем, оставайтесь со мной, будет очень интересно, и давайте скорее начинать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, давайте свочить палетку. Она, конечно, просто безумно красивая и уже не терпится в нее заглянуть. Давайте начнем, мне кажется, с самого такого скучного, а потом перейдем на десерт к вон тем четырем оттенкам. Так, ну первый, вы уже сами знаете, какой оттенок. Я, кстати, здесь удивилась, что есть черный, потому что черный, почему-то я не думала, что он здесь есть, не обращала на него внимания, а он здесь хороший, классический черный, классический, безусловно. Хайлайтер, куда без него. Так, и еще два оттенка. Ага, вот этот вот какой-то серо-лиловый, что ли, это мои в кавычках любимые оттенки, потому что я, конечно, такое не люблю. Это вот эти металлики, которые, не знаю, как сатины какие-то. Они вот, плюс в них в том, что они хорошо наслаиваются, то есть дают какую-то базу, и потом уже вот эту базу можно чем-то украсить. Вот такая вот первая четверка у нас. Так, переходим к еще одной парочке матовый, бежевый и мой нелюбимый. Ой, кошмар, вот этот вот вообще оттенок такой скучный, посмотрите. Просто трошак, я не знаю, с чем его. Но если только вот с вот этим вот оттенком их, ну это просто какое-то зеленое болото будет, и я не знаю, зачем это надо, это какой-то капец. Ну, как бы вот эта гамма меня вот лично вообще не привлекает. Как-то, честно говоря, грустно пока что. Ну, я надеюсь, что десерт все-таки нас порадует. Давайте начнем с вот этого. У него, кстати, вот у этого золотого формула как в хайлайтере от PET, и также еще был точно такой же оттенок в Divine Rose 1. Тоже он там как хайлайтер был. Давайте синий попробуем. Но они, кстати, вот вообще сухие, но ого. Вот это, кстати, уже прям праздник, как по мне. Посмотрите, какая прелесть. Ого, ничего себе. А вот этот вот какой прелестный вообще мальчик тут у нас появился. Ого-го. Вот это классно. Такс, ну и давайте теперь к вот этому. Они вот эти вот два оттенка крайние. Мне самые всегда вообще интересные были. Я, наверное, за счет них заказала палетку. Такс. Очень, конечно, любопытно. Надо еще вот этот вот белый поднабрать. Он, знаете, как какой-то хайлайтер тоже. Конечно, я думаю, на свотчах поближе мы это все рассмотрим. Потому что если вот эти вот видно сразу, да, то с вот этими надо подумать, как их показать. Потому что, ну вот так вот они что-то вообще не видны. Вот. Хотя бы немножко покажу. Сейчас, наверное, сделаю свотч нормальный и покажу там. Потому что сложно, конечно, словить вот этот. Он прям реально как такой классный хайлайтер себя ведет. Такс, ребят. Ну вот такие вот свотчи у меня получились. И вы знаете, просто если прикрыть спешл, то это абсолютная какая-то скукота. Особенно, не знаю, вот эти вот два оттенка. Они болотные, они какие-то совершенно вообще неинтересные, неприглядные. Что это за фигня такая, я, честно говоря, понять пока не могу. Почему так все мрачно. Но зато красивые, безусловно, красивые спешл. Смотрите, как сияют вот эти вот два. Оттенка синий, тоже вообще достаточно плотный. И не имеет он вроде как никакой подложки. Он просто вот сам по себе такой. То есть здесь прозрачно. Очень понравился вот этот золотой. Но на свотчах как-то не очень он щедрым оказался. Ну и, собственно, вот эта вот скукотень просто несусветная. И получается, что сама палетка тоже какая-то скучная. Ну потому что вообще как-то мало всего. Я понимаю, да, что это первая палетка Mothership. И мы как бы к истокам возвращаемся с вами. Ну, не знаю. Так, ребят, я вот нанесла самые скучные, по моему мнению, оттенки. Здесь есть синий из спешл серии. И два вот этих вот никчемных металлика. И я думаю, что может быть нам удастся разгадать эту магию, если мы нанесем какие-то спешл еще оттенки поверх них. Тут есть вот два как раз-таки хайлайтерных оттенка. Они сами по себе очень красивые. И я, честно говоря, очень надеюсь, что вот эти вот оттенки хоть как-то спасут ситуацию. Потому что, ну, сейчас для меня это очень-очень скучно все. Давайте начнем прям с простого. Вот этот вот дуахром нанесем, который вот он какой-то голубой, немножко зеленцой. На самом деле красиво он переливается, безусловно. И давайте попробуем его нанести на синий оттенок и посмотрим, что у нас получится. Такс. Так, у нас получилось вот какое-то голубое нечто. Я потом чуть поближе покажу. Такс. Ну, давайте, я не знаю, продолжим с этим, да, оттенком. Нанесем его на вот этот вот коричневый. Посмотрим. Я, конечно, понимаю, что голубое с коричневым как бы такое себе. Но все равно. Так, пока не очень. Потом ближе посмотрим. И также нанесу еще раз этот оттенок на вот этот вот самый скучный. Ну, короче, на самом деле они не очень сочетаются, что вот этот вот коричневый, что вот этот голубой, поэтому не очень красиво. Вот так вот получается. Ну, в принципе, как бы первый оттенок еще ничего и третий, второй на камере. А, да нет, ну, в принципе, в жизни тоже норм. Ну, не знаю, как-то ничего примечательного. Такс, ребят, опять я нанесла эти оттенки на влажную руку. Посмотрите, какие они вообще, вот эти насыщенные стали оттенки. И я предлагаю сначала нанести вот этот вот золотой. Давайте попробуем на синий. Ну, ну и получилось вот, вот что получилось. Какое-то что-то, на самом деле, ну, не знаю, грязное, грязный оттенок получился. Это на самом деле понятно, потому что золотой плюс синий, вернее, они как бы далеко друг друга расположены на цветовом круге, поэтому, ну, собственно, получаем непонятно что. Дальше я предлагаю, опять-таки, этот золотой нанести на коричневый. Здесь просто как будто стал золотой более ярким, и вот эта коричневая подложка дает какой-то больше ряжены, как по мне. Не знаю, стоит ли наносить вот этот вот оттенок на вот этот, потому что, ну, они явно как-то не особо сочетаются. Ну, как лично, как по мне, но кто мы такие, чтобы подставлять под вопрос. Вот, пожалуйста, методом тыка тоже какой-то странный вообще абсолютно цвет получается. Я так понимаю, что, наверное, все-таки эти золотые нужно использовать как какой-то хайлайтер. Больше, как бы, ни на что они не способны. Не, ну, вот так-то вот все красиво блестит, но что это за цвета какие-то вообще непонятные, какая-то грязь, и все на этом. Ну, согласитесь, что это за цвета? Золотой сам по себе вообще обалденный оттенок, но смотрится не очень насыщенно сам на свочи. Так, ребят, ну и дубль три, очень маслянистая у меня мицеллярка, и на нее ложатся все тени просто обалденно. Я уже что-то думаю, какую бы базу такую для теней использовать, чтобы они так же себя вели насыщенно, прям вообще обалденно. Ну, и, собственно, осталась у нас одна жертва, это вот этот вот оттенок. Он, конечно, сам по себе безумно-безумно красивый. Много, кстати, где есть такие подобные оттенки. Так, вот здесь вот самая, мне кажется, выигрышная ситуация, по крайней мере, для двух вот этих вот оттенков. Очень-очень красиво смотрится. На синим, честно говоря, не очень красиво. Вот, но это прям вот самое, наверное, красивое, что есть, например, для вот этого, для лилового, для вот этого оттенка, прям сказка. Очень хорошо смотрится. И вот так вот смотрятся эти оттенки. Тут, ну, кстати, даже, смотрите, синие очень красиво встало. В общем, вот эти вот сочетания самые классные. Теперь хоть как-то понятно, с чем это все комбинирует, потому что так вот соло-оттенки смотрятся, конечно, совсем неинтересно. Такс, ребят, ну что, мы с вами делали выводы, что красиво смотрятся, безусловно, вот эти вот три оттенка с вон тем дальним розовым. Только, знаете, очень аккуратно, когда, например, наносите пальцем, да, какой-то из этих оттенков, обязательно очищайте палец, потому что у меня здесь немножко это все запачкалось от как раз-таки темных оттенков. В принципе, я надеюсь, что это легко почистится, но, как бы, мне очень приятно. Золотой, золотой был, ну, так себе, и, на самом деле, вот этот вот тоже с какими-то оттенками был красив, с какими-то нет. В принципе, их нужно использовать, наверное, в качестве хайлайтера больше, например, вот этот золотой, а вот этот вот, например, можно наслаивать. Хоть как-то, знаете, хоть как-то стало интересно более или менее, потому что до этого, конечно, было лично мне скучновато с этой палеткой. Так-с, ребят, я притащила вот эту вот палетку от Kat Von D. Так-с, там какие у нас идут оттенки? Что-то голубое, например, вот такое. Так-с, ну, что-то, по-моему, было зеленое. Так, сделаем сейчас свочи тоже. Я хочу сравнить, как бы, есть ли что-то уникальное прям совсем. Понятное дело, что там есть блестки в этих оттенках, а в палетке хайлайтера от Kat Von D этого нет, но интересно. И чуть ближе к действительности вот эта вот палетка Fleur Fantasia, там есть тоже два у нас хайлайтера. Вот этот вот лавандовый и золотой. Вот они, эти хайлайтеры. Слушайте, на влажную руку прям так красиво вот эти вот стали сиять. Я прям, честно говоря, в шоке. Смотрите, какая красота. Офигеть. Ну так вот, ладно, давайте для чистоты эксперимента, потому что, я думаю, не у всех есть лишняя десятка рублей для того, чтобы купить себе эту палетку. Я пытаюсь понять, стоит она того вообще или нет. Здесь у нас идут хайлайтеры от Kat Von D. То есть это хайлайтеры, да, такие красивые, голографические, все такое. Дальше идет подобного плана от Fleur Fantasia. Ну и, соответственно, здесь. Ну и здесь у нас, конечно, очень-очень много блесток. Безусловно. Красотища, конечно, неописуемая это все. Ну как бы вот по оттенкам, например, вот этот вот голубой тоже вот он есть. На самом деле, вот этот вот оттенок уникальный, я думаю. Вот этот вот тоже. Но у меня есть идейка, где он может быть подешевле. И вот этот, ну, мне кажется, такое мы видели. Даже, мне кажется, в лавель. Просто здесь вот он такой насыщенный. За счет мокрого способа получился. Безусловно, пэт здесь выигрывает, но только, вы знаете, потому что много здесь, конечно, всяких блесток и всего такого. Ну вот, например, тот же самый голубой цвет, то один и тот же. Просто блесток нет, потому что это все-таки хайлайтер. Нанесла еще для интереса еще один оттенок, тоже из Fleur Fantasia, розовый, шиммерный. И они прям, ну, очень-очень похожи, безусловно. Прям вообще такая красота, прям вообще сказка. Тоже прям вот эти вот все оттенки, прям такие весенние, сказочные просто. Ну и здесь, конечно, это все будет поспокойнее просто, потому что это хайлайтеры. Ну что, вот такие вот сравнения у нас получились. Я думаю, что хоть как-то вам дала понять, классная палетка или нет, интересная она или нет. И давайте переходить к макияжам. Как обычно, уже просто по традиции, коробочки от PET приходят в не очень надлежащем виде. Я не знаю, будет видно ли здесь. Ну, в общем, сам факт уже то, что вот эта штука вылезла, надеюсь, все ровно, говорит о том, что фиговые упаковки фиговые. И, кстати, не только мне уже приходят такие фиговые упаковки, что-то какой-то вообще сбой там произошел у них. Ну, да ладно, сама благо палетка пришла в прекрасном состоянии. Вот так вот она выглядит, эти палетки знаменитые своим синим рефилом. Ну и по традиции начинаем из какого оттенка? Мне кажется, вот по палеткам PET, по вот этим десяткам, можно обучать детей в школе. Просто сто раз одно и то же снова здорово. Какой цвет мы берем первым, дети? Конечно же, один и тот же, который PET кладет во все свои палетки. Это хайлайтерный оттенок. Его мы и возьмем. И нанесем его под бровь. Я пока не знаю, какой я макияж делаю. Может быть, это будут два разных макияжа. Поэтому, наверное, сразу на два глаза нанесу. Хайлайтер. Прям вот стандартный, просто вот один и тот же. Мне кажется, за это уже можно делать скидки на эти палетки, потому что, насколько можно, одно и то же нам здесь пропагандировать. Так, сами видели на сводчах, что разнообразие, конечно, матовых, каких-то сатиновых здесь вышло погулять и не вернулось. Но здесь есть вот такой вот какой-то оттенок, такой тоже, мне кажется, стандартный. Возможно, в каких-то палетках от PET он есть. Я уже просто запуталась в этих одинаковых палетках. Давайте нанесем его в складку. Прекрасно тушуется. Может быть, за счет хайлайтера. Но тени сами PET хорошие. Я, в принципе, только недавно стала наносить этот хайлайтер, потому что, ну, раз уж заплатили, давайте-ка пользоваться. Просто в какую-то нереальную дымку это все тушуется. Я вот вообще не вижу этот оттенок практически. Прям на каждый день. Оттенок не убавить, не прибавить. Так, есть у нас еще более темные оттенки в этой палетке. Два одинаковых, один матовый, другой типа сатиновый. И есть черный. Давайте попробуем, не знаю, вот этот вот матовый. Не знаю, зачем это надо. Они прям, ну, какие-то грязные оттенки. Прям реально грязь. У меня сейчас во дворе все тает. В снегу с собачкой хорошо ходить сейчас по такой погоде. Ммм, просто взглядение. И вот PET нам за 10 тысяч рублей такие прекрасные оттенки кладет в палетку. Ну, кстати, вот он черный. Не знаю, зачем тогда нам два черных. Он, конечно, вот растушевывается здесь в серый. Но если его наслаивать, он, мне кажется, будет больше черный. Ну, в принципе, да, что-то такое черное у нас получается. Я думаю, что нужно уже быстрее это все дело украшать. Пододвину вас поближе, потому что знаменательный момент. Будем брать синий оттенок. Покажу вам, как он выглядит. Вот он суховат, но как будто бы не слишком. Посмотрите, какой оттенок космический. Я надеюсь, мне как-то под платье тоже сегодня подходит. И давайте его наносить на все подвижное веко. Мне на самом деле интересно, как он без подложки будет наноситься. Он, кстати, блин, вообще огонь. И посмотрите. Я, к сожалению, не смогу здесь пальцем везде пролезть. И вот как раз-таки мы сможем посмотреть на качество синего, еще и набрав его на кисть. Не, ну как бы синий очень даже хорошего качества. Конечно, вот он плешивенько наносится кистью. Но тоже как бы в таких местах, где, честно говоря, все равно, как он будет наноситься. Ну вот так вот пальцем, по-моему, прям вообще ядреный-ядреный оттенок получается. А вот на нижнем веке хочу нанести черный карандаш и посмотреть, как на него ляжет синий. Потому что, возможно, верх мы чем-то перекроем красивым, сияющим. А вот низ круто было бы, если бы он был реально прям такой синий-синий. Сразу слизистую нанесу. Ну и давайте скорее наносить синий. Ну прям такой, прям темно-темно-синий получается. То есть темнее, чем наверху. Но ничего, как бы наверху мы что-то же еще придумаем. Так, дальше у нас есть очень красивые оттенки. Я думаю, что постараемся во внутренний уголочек нанести вот этот вот очень-очень красивый оттенок. Мы с вами видели, когда экспериментировали и наносили на разные цвета, этот оттенок просто придал какой-то голубизны синему. Я хочу посмотреть на него в чистом виде. Ну, конечно, здесь не чистый будет вид, потому что вот опять-таки на синий нанесся. Посмотрите, какой цвет красивый. Вообще просто бомба. Я не знаю, я хочу его еще подальше попробовать нанести. Ну, потому что он очень красивый. То есть получается, что вот эти все голубые в следующих палетках Pet, можно их не покупать, а сделать голубой самому. Безумно красиво. Хочу, может, еще пальцем попробовать нанести. Очень красиво. И, может быть, сделать Hello Eye, типа вот здесь вот больше синего нанести. Наверное, я уже, конечно, поздно это все делаю, потому что блестки уже пришли. И от них никуда не деться. Но что мы увидим с вами, посмотрите, какой красивый оттенок. Прям вообще космос, просто космос. И, в принципе, вот особо ничего, как будто бы и не надо, потому что вот он холодный-прихолодный. Макияж получился. Но здесь есть вот золотой хайлайтер. Ну, давайте попробуем просто потому что. Просто потому что он здесь есть. Под бровь нанесем его. Он, конечно, тоже такой красивый вообще космос. Я его вообще вот сюда вот нанесла, и, мне кажется, ну, тоже так интересно, как будто бы смотрится. Макияж вообще восторг. Очень красивые оттенки получились. Я прям в приятном шоке. А вот со вторым макияжем я фиг знаю, что делать на самом деле. Потому что он прям здесь будет очень-очень холодный. Я хочу использовать вот этот вот... Ну, не знаю. Мне кажется, что это сатины. Возможно, они задумывались как какие-то металлики. Но, ребят, сорян. Даже вот это я бы не сказала, что металлик. Потому что металлик, он должен быть, мне кажется, фольгированный все-таки, а не что-то такое. Поэтому вот что нам нанести с вот этим вот оттенком, я, честно говоря, не знаю. Можно попробовать им же и начать вот эти всякие растушевки делать. Вообще, на самом деле, интересно, как будет. Потому что, ну, всего три матовых. Тут либо ты ими пользуешься до скончания веков, либо пробуешь что-то еще. Но он, конечно, очень-очень сияющий. Просто я вот лично почему-то не вижу, с чем его сочетать. Он, конечно, такой, знаете, серый. Серый немножко с лиловым. Ну, ничего, ради эксперимента посмотрим, как что здесь у нас будет сочетаться. Давайте заполним им все века. Вот такой прям холодный-холодный-холодный, я не знаю. Такой прям мертвецкий. Мертвецкий с серой. И вот на него, я думаю, что все-таки вот этот вот матовый будет хорошим. А тут, возможно, надо было нанести больше черный, потому что синий, он, конечно, темнее гораздо. Пока что-то такое невнятное получается. Но я как бы это видела и на свочек, поэтому меня это удивляет. Но не слишком, скажем прямо. И все это делалось для того, чтобы попробовать вот этот вот очень красивый дуахром. Он, кстати, такой, какой-то и голубой, и розовый. Интересно смотрится. Вау. Он, кстати, вот этому вот серо-лиловому прям очень какой-то интересный оттенок придал. Я вообще люблю уже такие цвета. Мне прям очень нравится, как это смотрится. В принципе, норм. Может быть, еще попробуем нанести вот этот вот оттенок. У них просто есть что-то общее, потому что голубое. Что-то там содержится, что-то здесь содержится. Не, ну, особо ничего не видно. Просто как будто бы что-то поярче стало. Так, ну и вот такой вот макияж получается. И в принципе, можем попробовать добавить вот этого золотого тоже сюда. Мне просто интересно, как это все сочетается. Почему это добавили? Ну, понятное дело, что, наверное, все-таки как-то не особо это все сочетается. Ладно. И, в принципе, по черному карандашу тоже можно нанести этот оттенок и посмотреть, как он его усилит. Да, здесь, конечно, безусловно, усиление есть. А голубой прям такой оттенок становится. Очень-очень красивый. Так, ладно, сейчас доделаю макияжи и приду вам покажу еще и помаду. Так-с, ребят, я доделала макияж. И нам осталось только нанести новую помаду. Наконец-то в оттенке Lady Stardust. Это серия Blitz Trans. Это помада вот реально, ну не знаю, не бальзамного типа, но очень-очень приятная на губах, ухаживающая. Это не матовая формула. Она вот такая вот нюдовая, красивая помадка. На каждый день. Все, как я хотела. Поэтому давайте скорее наносить. Видите, у меня уже нанесен карандаш Pillow Talk от Charlotte Tilbury. И я думаю, что на него все нанесется прекрасно. Ну, кстати, практически один оттенок, что помады, что карандаша, это как будто здесь есть, знаете, немножко чего-то золотистого. Вот этим они отличаются от карандаша. Так что вообще прикольно. Помада очень комфортная на губах. Вот так вот она смотрится. Мне прям, честно говоря, очень-очень нравится. Классная формула, реальная. Когда они на скидках, то можно прям реально закупать очень-очень много. У меня пока две помады, и мне они очень-очень нравятся. И давайте скорее посмотрим, что у меня там получилось. Поверьте, есть на что посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Такс, ребят, пишите в комментариях, как вам вообще макияж. У меня здесь настолько все сияет, что просто невозможно. Я все-таки, наверное, не зря делала ставку на эту палетку и купила, потому что... Ладно, давайте начнем с... вообще со всего вместе. На сводчах мне показалось то, что палетка скучная. Здесь только лишь упор на вот эти спешл, которые могут вот эту всю серость, гниль, какую-то, не знаю, грязь вывести на новый уровень. В принципе, я оказалась права. Но, вы знаете, мне очень понравилось, как я сделала макияж с вот этим вот оттенком. Он был сатиновый, и типа смотрелось странно, потому что все-таки оставались вот эти вот перламутровые частички в макияже. Но, когда я еще нанесла вот этот вот оттенок, боже, это так все красиво засияло. Это вообще... он получился лавандовый за счет вот этих вот голубых блесток, плюс вот этот вот какой-то серо-лиловый. Короче, вообще просто отвал башки. Насчет синего. Синий он очень такой, знаете, насыщенный, но в нем нету особо таких вот своих каких-то блесток. Он просто очень-очень красиво сам по себе лежит. Слава богу, он насыщенный. Наверняка на подложку он будет еще насыщеннее. Вот внизу, на нижнем веке, у меня нанесен он на черный карандаш. И там он прям темнее намного, смотрится гораздо темнее, чем просто так. Но мы попробовали и так, и так, чтобы узнать, как вообще работают тени. Я, честно говоря, не делала ставку на синий, вот серьезно. Я делала ставку на вот эти вот три оттенка. Не совсем поняла, зачем здесь золотой. Вот серьезно, я не совсем поняла. Здесь он еще хоть как-то красиво смотрелся. Сюда вообще он не подходил. Не поняла, зачем. Но, возможно, типа, знаете, в качестве акцента просто, чтобы продать палетку. Не знаю пока. Не нашла я ему никаких особо применений. Вот эти такие красивые. Боже мой, я люблю такое со времен, мне кажется, флёр фантазии. Со времен вот этого моего треугольника от KVD. Просто я это обожаю. А со времен вообще прелюдии хрома точно там были первые вот эти вот оттенки. Но там они были больше как сатины, типа как хайлайтеры, ну как типа здесь. Здесь же это топеры, это спарклы, которые нужно наносить реально на какой-то цвет. Усиливают его очень-очень красиво. Невозможно этот с розоватым, этот с таким просто голубым, холодным, морозным. Короче, эффект на глазах получается очень-очень красивый. Честно, вот по итогу я вообще не пожалела, что купила эту палетку. Удивительно, потому что, я говорю, я была настроена скептически. Учитывая отзывы других блогеров, которые говорят, что не начинайте свой путь с первой палетки, потому что она вам может не понравиться. Покупайте новые релизы. Новые релизы, как вы знаете, мне понравились так, 50 на 50. Но вот это вот по итогу мне очень-очень понравилось. Да, здесь есть какие-то спорные моменты. Например, там вот эти вот два каких-то таких грязноватых оттенка. Но, в принципе, вот реально все заглушают вот эти вот спарклы, которые просто ты их нанеси просто на кусок грязи, мне кажется, с улицы. И приди вот так себе ляпни, и вот эти поверхи будут смотреться просто отпад. Серьезно, я, честно говоря, в шоке. Я очень-очень довольна, боже мой. Какая красота. Вдохновляет. Нереально. Так что, если думали купить такую палетку или нет, покупайте, если вот вас не смущает вот эта вот грязюка. Но, опять-таки, я уже сказала, как грязюку можно спрятать. И насчет вот этой помады. Очень-очень красивый у нее оттенок. Натуральный такой, на каждый день. Помада комфортная. Я наносила ее на карандаш, на матовый. И все вообще очень прекрасно. Думаю, если еще шлифануть сверху блеском от Maybelline, можно просто, я не знаю, хотел сказать, выходить замуж. Но я уже замужем, как говорится. Вот. Поэтому мне очень-очень понравилось. Советую. Упаковка тоже безумно красивая. Что-то в этом есть. Какая-то вкусовщина. Мне это очень понравилось. Здесь какой-то ангел. Не знаю, для меня это мужчина. Вот. Очень классно. Я на самом деле, вот так вот, если подумать про хронологию выхода этих палеток, я представляю, какой ажиотаж был тогда в Америке. Потому что в Россию, как обычно, нифига не было доставки. Какой ажиотаж могла произвести эта палетка. Учитывая то, что там собраны очень-очень классные цвета, которые можно между собой компоновать. Блин. Я представляю, с этих спарклов просто наверняка все скупили. Это вообще 100%. Короче, я на 250% довольна. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам макияж понравился больше. Назову вот этот все-таки опять лавандовым. У меня уже просто крыши едут. А вот этот вот синий, боже мой. Красота. Я очень рада, что меня порадовал этот синий. Я думала, будет опять какая-то сухая хрень. Наподобие фиолетового из Nectron Nirvana, которое просто стоило как самолет. А мне понравилось. Там полтора оттенка. Мне здесь большинство оттенков мне понравились. В общем, да, если скомпоновать, прямо вот так вот. Какие палетки от Pet есть у вас и какую вы можете мне посоветовать? В принципе, мне кажется, я практически уже все протестировала и готовлю для вас огромное видео просто про всю косметику от Pet, которая у меня была. Которая мне была интересна. Вот так что ждите, ждите. Совсем немножко осталось для этого момента. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, пожалуйста, жмите на колокольчик. Я снимаю для вас как обзоры на суперлюксовую косметику, так и на супербюджетную. Все для вас, чтобы вам было интересно, комфортно. Я создаю плейлисты по брендам, поэтому заходите, смотрите, какие бренды вам нужны. Pet, Маград, Наташа Динона, не знаю, Нарс. Все, что угодно, все для вас, чтобы вам было интересно, комфортно и познавательно на моем канале. Ну, а на сегодня у меня это было все. Спасибо, что были со мной. И увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи. И пока-пока.